Детская психология. Тема детские истерики. Детские истерики – это приступообразные вспышки гневливости или отчаяния. Ребяческая капризность и истерики зачастую являются результатом неверного родительского поведения. Нередко родители во всем облажают дитя, исполняют все его заявки, требования, лишь бы маленькая кроха не надрывалась криком и не ревела. Вследствие подобного поведения обычно зарождается чрезмерная капризность детей и влечение к закатыванию истерик, когда что-то не таким образом вершится, как бы хотелось бы им. Отдельные психологи, большинство педагогов разделяют на два вида детские истерики, а именно манипулятивные истерики характера. Ключевым смыслом манипулятивных истерик является манипуляция другими индивидуумами, в частности, их близкими родств, окружением. Данный вид истерики наступает тогда, когда чаду отказывают в чем-либо. В сходных случаях большинство психологов советуют руки не опускать и дождаться окончания данного состояния. Истерика характера является выражением ребяческого характера. Смыслом такого поведения будет разрежение эмоционального напряжения. Оно проявляется, когда чаду надобно совершить нечто, что встречается с проблемными качествами характера. Сформированная этой ситуацией напряжение может спровоцировать истерическое состояние. Детские истерики в год. Первые детские истерики у малышей чаще наступают в год. Ведь на данном возрастном этапе они начинают впервые проявлять несмелые попытки самостоятельности. Выраженные устремленности к исследованиям и повышенном любопытстве. В младенчестве кроха ориентировано исключительно на собственные потребности, такие как еда, общение и там подобное. Взрослее начинают приобретать более осознанные желания. Но находясь в данном возрастном интервале, восприятие времени у малышей еще далеко от совершенства. Именно поэтому крохи жаждут, чтобы их желания исполнялись сиюминутно. Чего упорно добиваются единственно доступными средствами для них. Собственно, одна из причин истеричности заключается именно в этом. Постепенно, если младенца приучать к тому, что его хочу, не выполняется моментально, склонность к закатыванию истерического состояния сойдет на нет. Детские истерики в год на первых порах таким образом могут являться проявлением кризиса годовалого периода. Частота и интенсивность истерик у детей, многообразие факторов, провоцирующих их возникновение, зависит от темперамента его взрослого окружения. При верном родительском поведении истеричность годовалого возраста взрослеет лишь в редких случаях. Для взрослого окружения и детяти, особенно для его родителей, самым трудным является сохранение спокойствия и некоторой отстраненности в ходе истерического поведения. Поэтому следует понимать, что чувство любви к малышам не заключается в удовлетворении абсолютно всех детских «хочу». Отказать в желаемом крохе – это вполне нормальное поведение родителей в отношении детей. Одновременно с этим совершенно нормальной реакцией считается и детское возмущение таким отказом, поэтому идти на поводу требований собственного чада не следует. Детские истерики в один год нередко возникают вследствие неумения малышей справляться с собственными эмоциональными проявлениями. В этом случае рекомендуется также соблюдать спокойствие, обнять малыша, попытаться при помощи ласковых слов утихомирить его. Кроха с малого возраста должна усвоить, что ее истеричность и спекуляция эмоциями не принесет ожидаемых результатов, вследствие чего ей придется отыскивать иные способы выражения собственных желаний. Также следует донести до малыша, что он обладает правом на выражение любого чувства, но цивилизованным путем. Кроме этого, ему необходимо собственным поведением показывать, что, несмотря на все крики, родители все равно его любят. Другими словами, следует объяснить малышу, что родителям не нравятся именно его эмоциональные всплески, что они не одобряют беспричинные слезы и крики в качестве средства получения желаемого, а его самого они сильно любят. Описанное поведение является единственным руководством, как реагировать на детскую истеричность. Детские истерики в два года. Детские истерики в полтора года довольно часто явление. Если на этом возрастном этапе родители продолжают наблюдать истеричность учат, то зачастую фактором, провоцирующим подобные состояния, может являться детская потребность в родительском внимании. Истерики и капризность могут выражаться в неустанном упрямстве крох. В протяжном вой, катании по полу, нередко в людных местах, где имеется множество зрителей. Для эскалации истерика малышни необходима публика. Поэтому первым способом, отвечающим на вопрос, как справиться с детской истерикой, является лишение чада наблюдателей его истеричного поведения. Истеричное поведение в большинстве своем в силу проходящего несовершенства эмоциональной сферы считается вполне нормальным для крох. Зачастую малыш просто не в состоянии полноценно выразить при помощи слов собственное недовольство, ощущаемое вследствие родительских отказов выполнить что-либо. Для снятия эмоционального перенапряжения у детей следует больше уделять им внимания. Зачастую малышни единственной возможной формой протеста и способом демонстрации стремления оспорить власть родителей является истерическое поведение. У двухлетних малышей постепенно расширяется круг интересов, растет диапазон навыков, вследствие чего они начинают от родителей отдаляться весьма активно. Познавая окружающий мир. В ходе такого познания на пути ребят часто встречаются родительские ограничения, которые призваны обезопасить их. Однако малыши в силу собственного небольшого возраста и отсутствия опыта воспринимают подобные запреты в качестве покушения на их самостоятельность. Кроме этого, двухлетки нередко захлебываются истеричностью, когда они устали, либо когда хотят кушать. Нередко их может удомить большое количество новых впечатлений, которые спровоцировали чрезмерную возбудимость крох. Как реагировать на детские истерики в таких ситуациях? Подобное поведение – это отражение детского физического состояния, которое дает взрослому окружению знак, что ему нужно помочь успокоиться, обратить внимание. По мере успокаивания крохи следует выяснить, что его тревожит или в чем нуждается на данный момент. Детские истерики в три года. Нередко даже самые уравновешенные малыши склонны к истерическому состоянию, возникающему с виду на ровном месте. Особенно ярко выражено это в период кризиса трех лет. Детские истерики в три года – это крики, неугомонный плач, укусы и битье ногами. Зачастую такое поведение является ответной реакцией на запрет или отказ со стороны взрослых удовлетворить желание крох. Как справиться с детской истерикой, проявляющейся в трехлетнем кризисе? С целью понимания способов борьбы или предупреждения неадекватного поведения детей необходимо определиться с причинами, спровоцировавшими такие действия. Детские истерики в три года объясняются неумением четко выражать желание, а не стремлением позлить родителей. Также подобное поведение может отражать безуспешные попытки детей отстоять право на собственную независимость. Родителям необходимо предоставлять крохам возможности для удовлетворения собственной исследовательской деятельности, при этом максимально обеспечив их безопасность, а не все им запрещать. Любой запрет или отказ что-то выполнить необходимо доступно мотивировать малыша. Фраза по типу «я взрослый, поэтому, как сказал, так и будет» лучше в обиходе с ребятами не использовать. Кроме этого, дети, находящиеся на данном интервале развития, еще не способны находить компромиссы. Получив не единожды удовлетворение собственных капризов при помощи истеричности, кроха в дальнейшем будет стараться манипулировать взрослыми. Что делать? Детская истерика. Ребенок в истерическом состоянии всего лишь нуждается в помощи со стороны взрослого окружения, а не в наказании. Поэтому нужно обоговорить с крохой его действия, но и в процессе истерического состояния. Пока кроха орет и топает ножками, лучше отстраниться и не трогать его до полного успокоения. Также лучше кроху изолировать от остальных членов семьи на период плача. В уединении ему будет проще успокоиться. Кроме того, истерики у детей без публики утрачивают всю привлекательность. Самым главным в прекращении такого поведения будет соблюдение хладнокровия. Нельзя поддаваться на провокации детей и терять спокойствие. Первостепенной задачей взрослого окружения является привитие ребенку понимания, что желаемого можно достичь другими средствами, а не истеричностью. Необходимо объяснить ему, каким образом нужно выражать собственные эмоции. Также следует не забывать хвалить малышей за правильное поведение. Детские истерики в 4 года. Детские истерики в 5 лет или 4 года необходимо отграничивать от капризности. Детским истерикам свойственна невообразимая яркость в зависимости от внешних условий и наличия наблюдателей. Им обычно сопутствуют малые припадки, заключающиеся в громогласном плаче, криках, бите головой или ногами, расторапывании лица, возникновении неадекватного поведения в качестве ответной реакции на обиду или неприятного события, усилении его проявлений или повышенном внимании взрослых. И моментальное прекращение после устранения такого внимания являются отличительными чертами детских истерик 4-летнего возраста. Если возникновение истерических приступов у деток характеризуется постоянностью, то это может свидетельствовать о наличии недугов нервной системы. При отсутствии нарушений функционирования нервной системы, детские истерики говорят о проблемах в родительском воспитании. Детские истерики могут быть привычным поведением как результат попустительства со стороны взрослого окружения. То есть, если родители постоянно потакали малышам или чрезмерно были строгими в отношении крохи, либо их требования были противоречивыми, то такие действия со стороны крох вполне закономерны. Родителям необходимо задуматься о том, что систематическое такое поведение провоцируют психогенные изменения характера, разбалтывают нормальную психику, вызывают устойчивые психопатические наклонности. Таким образом, практически всегда неадекватное поведение крох является следствием неверного родительского воспитания. Последствиями выполнения всех детских требований, вседозвольности, потакания желания практически в 90% случаев будут чрезмерная капризность, избалованность, истеричность. Для предотвращения детских истерик необходимо наблюдать за собственным чадом и знать все предвестники подобного состояния. Заметив даже легкий намек на зарождение данного состояния, необходимо стараться переключить внимание малыша или его деятельность. Как бороться с детскими истериками? Естественно, бороться с неадекватным поведением детей проще на бумаге или на всевозможных формах. Однако, существует несколько проверенных средств, способных прекратить детские истерики в полтора года более старшего периода. Самым действенным способом в борьбе с детскими истериками является метод отвлечения внимания, активно используемым еще далекими предками. Поэтому, заметив предвестники зарождения данного состояния или почувствовав изменение эмоционального фона чада, следует моментально, но без лишней суетливости, переключить внимание к рохе и заинтересовать его чем-то. Следующим не менее ценным средством является установление своеобразного фильтра перед глазами взрослого окружения малыша. Не следует перебарщивать запретами и наказаниями. В противном случае это сделает из дома, который должен быть местом душевного комфорта, помещение, сотканное из множества запретов, что негативно повлияет не только на малышню, но и на их родителей. При злоупотреблении такими словами, как «нельзя», «прекрати», «не смей», родители начинают ощущать сильнейшее нервное перенапряжение, утрачивать всю радость материнства или отцовства. Взрослому окружению крох следует научиться отфильтровывать происходящее и реагировать лишь на существенные проступки или деяния малышей. Также не следует воспринимать все сказанное крохой за истину. Для коррекции нежелательного детского поведения рекомендуется поощрять поведение со знаком «плюс» и игнорировать иные деяния крох. Иногда родителям следует взять своеобразную паузу «тайм-аут». Другими словами, нужно разойтись с детем по разным углам жилища. Данный метод способствует быстрому разрешению возникшей проблемы. Целью этого метода является вытаскивание детяти из обострившейся либо безвыходной ситуации, поместив его временно в соседнее помещение. Ребенок при этом с центральной позиции на вымышленной сцене переходит на иное, менее просматриваемое место, с которого его деяния будут не так отчетливо заметны. «Тайм-аут» даст малышу время выпустить пар. Одновременно с этим у взрослого окружения появится возможность успокоиться. Данный метод является проверенным способом, способным предупредить или прекратить детские истерики в пять лет. Спасибо всем за внимание!